Катер в этом году открыл посольство на Украине. Понимаете, когда открывает Катер, страна, 600 тысяч населения, да? И при этом срочно в порядке на Украине. А тут и финансируются хизбы. Сейчас кинем свыше 700 представителей хизбут-тохрир. Из них порядка другого. Это на самом деле и мало того, представители боевого крова хизбут-тохрира, но они все, в принципе, боевики посольства, да? Сейчас пришли к согласию с молодежкой свободы, ну, с сотрудникой безопасности свободы, с Трезубом и с Молодвижным националистичным конгрессом по организации безопасности в Киеве. Но только проблема в том, что все эти нацисты и свободы из других этих украинских организаций, пацаны, по сравнению с теми, кто уже понюхал порох в Сирии и прошел лагеря в Турции и в Крыму. На самом деле очень страшно. Ну, можно вбить в интернете, посмотреть, они призывают к УМИ, к Халифату и к освобождению этой земли от кафиров, ну, от неверных. То есть, естественно, если у них сейчас какое-то 7-минутное согласие с ультраправыми свободы, с вами всеми остальными, только для того, чтобы свернуть эту власть, а потом зачистить всю страну. Что самое страшное, у нас сейчас не просто реализуется какой-то сценарий, там, один или второй. У нас сегодня смесь, смесь сценария из югославского сценария. Приехал Марко Ивкович, да, это гражданин США, сербского происхождения. Он сделал революцию, бульдозерную революцию 2000 года. Вы видите картинку, она уже гуляет в сети, где абсолютно два одинаковых снимка с Сербии октября 2000 года и Украины декабря 2013 года. Потом сюда же добавились технологии из Ближнего Востока, листовки это подтверждают, это видно один в один. Люди даже поленились нарисовать другие картинки, они просто адаптировали под Украину. Единственное, что когда мы спросили у людей, знающих арабский, они сказали, что в арабском намного меньше текста, ну, ибо, да, вот это даже можно показать, вот яркий пример. Вот, вот то, что, да, вот такие листовки раздавались на площади Тахрир, да, то есть как бы в Египте во время революции в 2011 году, а вот такие на специальных лагерях, лагерях для добровольцев, для повышения уровня национального самосознания, для демократии и всего остального на протяжении двух лет на Украине. В этих лагерях, эти лагеря чаще всего проводились при поддержке напрямую посольства США и всевозможных американских фондов, типа USAID, NDI и так далее. В них принимали участие, помимо Марка Ивковича, Александр Салантай, это гражданин Украины, который является персоной Нонграда в нескольких странах от русского Советского Союза. Это тоже политтехнолог по цветным революциям. И принимали участие депутаты от сейчас, ну то есть до выборов 12-го они были из разных фракций, да, сейчас это чаще всего фракция УДАР, в меньшей степени противщина и в значительной степени свобода. То есть мы видим, что это все происходило. На другой листовке, а у кого еще листовки? Дим, вот посмотрите, на другой листовке тоже очень хорошо показано, и мало того, очень интересно, когда ты это читаешь, ты понимаешь, насколько все схоже. Вот обратите внимание, опять же, одинаковые даже картинки, все. Здесь черным, черным указаны ряды милиции, а белым указаны митингующие. Написано, про люфт через ряды милиции осуществляются согласованно группами. Три первые группы сталкиваются с милицией по очереди, четвертая резервная внезапно для силы милиции пробивает ее. Мы это видели на банковой перед администрацией резидента, мы видели везде. То есть это все подсказки, это все то, чему учили ребят. Водвойне интересно почитать то, что здесь написано в преамбуле самой листовки. Здесь четко написано, что просьба распространять эту информацию только по электронной почте и в распечатках. Вконтакте, Фейсбук, Твиттер находятся под наблюдением, не давайте возможности попасть этому материалу в руки милиции, СБУ и СМИ. То есть вы видите, ребят готовили. Самое интересное, они летом еще тренировались для повышения уровня демократического осознания, как это называется, и для вывода молодежи из онлайн в реальную жизнь с целью смещения власти и привода правильной, как это называлось. И моделируя ситуацию, если бы власть обманула народ Украины в евроинтеграционном выборе, как это называлось, то вот что бы делал народ? И вот мы видим требования народа Украины. Евроинтеграция, отставка правительства Азарова, свержение режима Януковича, недопущение закона о чрезвычайном положении, свобода, равенство, братство, дальше все пошло. Вдвойне интересны тактические цели гражданского сопротивления, как это называется. Вот дословно. Пытайтесь привлечь на свою сторону работников милиции и Беркута. Раздача цветов, да? Да, да. Вот дословно. Необходимо повязывать на милицейские щиты ленточки с национальной и европейской символикой, клеить стикеры, рисовать позитивные картинки в виде смайликов, сердечек и так далее, целовать милиционеров забрало. Мы это все видим просто на экране. Это все подсказки еще с лета. Оставлять в щиты цветы. Предлагайте милиции еду, призывайте милицию переходить на сторону народа. Очень важно, чтобы это делали девушки или люди пожилого возраста. Обязательно под фото и видеокамерой СМИ. Мы эту картинку видим красиво. Обратите внимание, опять же, хочу еще сказать, что 1 декабря на тракторе в милицию въезжали боевики, которых оппозиция назвала провокаторами. 5 декабря они были задержаны. И 5 декабря Кличко, Тегнебук и Слюк начали штурмовать следственное управление города Киева для того, чтобы их освободить, с криком, что это провокация, подстава, и это невинные овечки. То есть это просто... Пока они не найдены, они провокаторы от власти. Как они только найдены, то они мирные бойцы за светлое будущее Украины. Мы на самом деле стоим на грани государственного переворота, и мы очень сильно обеспокоены. И одна надежда только на милицию и на силу правопорядка, а также на всех людей, что они поймут и уйдут с улицы. Очень полит душа, потому что когда Майдан уже потух в 30-м участку, в ночь, в 20-30-е, была нужна провокация для того, чтобы вот это произошло насилие. То есть взаимное. Сейчас можно только самое произойти. И сейчас очень некорректно, что это произойдет, потому что вот все говорит о том, что Майдан опять сдувается, надо его подогреть какой-то новой порцией ненависти. Эта порция ненависти уже будет выше по градусу. Вы видите, что постоянно, как не Бог, больше всего Кличко кричат о пропавших без вести ребятах, о том, что где-то милиция кричит трупы, и эти трупы подпинут на Майдан. То есть мы видим, что сегодня там умер человек от открытой формы туберкулеза. Я еще призываю родителей опомниться и подумать, где ходят их дети. Если открытая форма туберкулеза, то это все. Ребенок по-любому заразится и принесет эту заразу домой. То есть они просто делают их коллегами. Я уже не говорю о тех мерзавцах-политиканах, им все равно. Для них это биомасса, которую они просто используют для прихода к власти. Еще немаловажным моментом является то, что все режимы на Ближнем Востоке, которые были свергнуты, как-то в Египте, в Тунисе, в Ираке, в Ливии, они были свергнуты в значительной степени за предательство окружения первых лиц страны. В Сирии, когда весь народ сплотился вокруг президента Асада и не предал, мы видим, что Сирия выстрела и теперь побеждает. К сожалению, на Украине начало происходить предательство в элите. Потому что мы видим и действия главы администрации президента, который явно играет. И по сути, сегодня мы стали свидетелями государственного переворота, который случают олигархи. И их интересы совпали с западными спецслужбами и радикальными истамистами. Но эти олигархи не понимают, что они больше всего потеряют. Да, больше всего потеряют. Сегодня не только попутчики, завтра их экспроприируют все, а послезавтра кинут на разрыв боевикам из исламских государств. Поэтому еще раз призываю всех убрать людей с улицы. Только переговоры, только выборы и только референдумы. Страну делят, страну разрывают. Они поняли, что нельзя оккупировать все, поэтому решили сделать ее таким образом. После 2004 года мы были все уверены, что второго Майдана быть не может. Уже все начали ходить только за деньги, на митинги и так далее. Но народу рассказали, часть народа вманули, часть проплатили. Это понятно, что когда говорят, что на Майдане все стоят за деньги, это абсолютно неверно. На Майдане очень много людей, которые устали... Наивные, да. Которые наивные, которые устали жить в таких условиях коррупции. Протестные вектораты. Коррупции, да. Поэтому, естественно, у них на тепло, на теплое они выходят. Но они не понимают, что они просто сырье. И мы помним, чем закончился 2004 год. Глубоким разочарованием. То же самое будет здесь, только здесь уже головная боль от этого похмеления будет куда больше. И как бы с этой головной болью не потерять голову и всю Украину, и всю страну. В последнее время, да, то есть вот у нас ребята практически со всей страны, но прежде всего в Запорожье, в Харькове, в Донецке и в Киеве обратили внимание на то, что около супермаркетов начали появляться какие-то непонятные люди. Они их интересировали по национальности не могли, поэтому называли неопрятными турками или неопрятными арамами. Люди одеты очень неопрятно, но что бросалось в глаза, у них в руках были дорогие планшеты. Когда ребята попытались посмотреть, чем они занимаются с ними планшетами, они мониторили количество входящих-выходящих людей из супермаркетов. То есть определяли пиковые нагрузки в вхождении в магазины. Это может быть только одна цель, не дай бог теракта. То есть о том, что боевики, которые воевали в Сирии сейчас на Украине, мы это знаем, то, что они объединились ультраправыми и украинскими националистами, это уже тоже известная информация. Соответственно, если не до бог где-то произойдет какой-то теракт, сразу же обвиняется власть, и сразу же все направляются на государственные органы власти. Вот в тех листовках, о которых я говорил, тут же опять очень интересный алгоритм действий, потому что здесь четко... То же самое касается и метро. И вот немаловажный момент, смотрим, вот тактические цели гражданского сопротивления. Захват важных зданий, символов государственной власти. КМДА, Кабмин, Верховная Рада, то еще. Мы видим, КМДА уже пал, дом прослыв запал, Кабмин Верховную Раду и Кабмин уже пытались захватить. То есть мы видим, что вот, вот просто берем и читаем шаг за шагом. И что еще немаловажно, обратите внимание, что произошло. Была показана картинка насилия, вот такого страшного там, милицейского беспредела в ночь с пятницы на субботу, которые все наши независимые в кавычках СМИ распространили. После чего, естественно, у большинства людей это вызвало возмущение, гнев. После этого милиция стоит и милицию избивают. Это бездействие. Это технология Шарпа. Джина Шарпа, который еще жив, ему там 80 с лишним лет, и по этим технологиям Шарпа осуществлено порядка 17-18 революций, по всему миру. От Латинской Америки до Африки, и от стран бывшего союза до Юго-Восточной Азии, в том же Таиланде и так далее. То есть, по сути, вот оно все происходит. Куда смотрят украинские спецслужбы, почему они молчат и ничего не делают, это непонятно. Это вообще безобразие, так же, как и безобразие в том, что уже порядка 200. А вот они уже куплены. Ну, вы знаете, хочется надеяться, что нет. Мы сегодня побывали у ребят, и мы видим, что эти люди верны присяге и защищают народ Украины. Я хочу еще обратить внимание, что порядка 200 иностранных граждан, чаще всего дипломатов и политиков, призывают украинский народ к мгновению, к захвату государственных зданий и так далее. Мы это можем увидеть на Майдане. Да, причем обратите внимание, что томативом в этом всем является США. Оно вперед выпускает своих мелких игроков, своих таких маленьких помощников, назовут так, чтобы обидные слова не подбирать. Это странные Прибалтики, это Польшу и так далее. Кто первый появился на Майдане? Первый на Майдане появился господин Качинский. Это тот человек, который до 2012 года призывал не проводить, ну, забрать Евро-2012 Украину, ибо мы недостойны, ибо мы там недонарод и так далее. Это можно найти все в интернете, что говорил Качинский. Этот же Качинский говорил о том, что Евросоюз должен быть разрушен, и Богу не нужен, и он неправильный, он, как бы, является евроскетиком. Человек больше всего не длинит Украину и Евросоюз, но при этом сразу же несется в недовидимую им Украину, для того, чтобы она вступила в недовидимую им Евросоюз. Если не вступила, прописала в городе Ассоциации. Как минимум, это страшно. Если человек вас не любит, то, наверное, этот человек вряд ли вам может желать добра. И мы уже видим, что под командованием поляков захватываются государственные здания Украины. В нашей истории это было в 14-17 веках. Это была речь посполита. И это все закончилось тем, что казаки, запорожские казаки, а мой родной город Запорожье, встали и погнали поляков очень до рекорда, и потом воссоединились со своим братским русским народом. Мы уверены, что если сейчас это будет продолжаться, нам придется взять под свой контроль все посольства иностранных стран, которые ведут враждебную и абсолютно антизаконную деятельность. Мы не будем нарушать закон, мы будем стоять на украинской территории, фиксировать всех входящих и выходящих, ну и, естественно, четко давать понятие этим дипломатам, верить к этим офицированским службам иностранных, которые прикрываются дипломатической неприкосновенностью, что им здесь не место. И будем требовать от власти, двигать персоны нон-грата и выставить их туда, откуда они к нам приехали, на нашу святую землю, русскую, украинскую землю, которая никогда не была оккупирована, всегда освобождалась. И тем более город-герой Киев, он должен быть свободным городом от тех иностранцев, которые пытаются его сегодня оккупировать. Мы не банановая республика, мы должны это доказать и наказать тех, кто пытается нас превратить в какие-то папуасские племена, продающие свою независимость за гусики.